Уборка снега продолжается, морозы работе ресурсоснабжающих организаций не помешали. За прошедшую неделю серьезных сбоев не зафиксировано. Но расслабляться некогда и реагировать на обращения граждан будут оперативно и эффективно. Все вопросы, которые поступают по линии добродела, должны отрабатываться в первую очередь и являться приоритетом для всех. Для управляющих компаний, для главных, для всех служб. Потому что этот вопрос находится на контроле и правительство, и губернатора лично, да и вообще, если люди пишут, значит у них есть какая-то проблема. Бывает, конечно, я прекрасно понимаю, что сложные вопросы, неопоснованно обращаются, но это в меньшинстве. В меньшинстве, конечно, это реальная проблема, которую необходимо решить. И мы знаем все прекрасно, что решить мы обзаводь сильнее. Главным ЧП прошедшей недели стал пожар многоквартирного дома в поселке Ильинский. Помощь погорельцам оказывается со стороны жителей района и администрации. Ситуация на контроле, значит, был по пожару. Двум семьям уже предоставлено, так скажем, жилье в общежитии. Так, как прожилось, вот. Да, ну, уже, да, с ней связались, значит, сегодня они уже заедут. То есть, и вины заставляют? Если это их устроит, так скажем. Вся помощь тоже оказана, там, и школа собрала, то, что нужно, там, ну. Ну, хорошо. То есть, обратился вот для семьи, получается, да? Да. Основнейший момент, да. Обсудили итоги празднования Дня студента. С этого года наиболее молодых, инициативных и развивающихся ждет премия «Мир». Это премия главы Раменского муниципального района в номинациях «Молодежная и общественная организация года», «Спортивная инициатива года», «Общественная инициатива года», «Доброволец года» и «Донор года». Вот под этим пяти номинациям объявлена денежная премия. Мы разрабатываем сейчас положение, и в декабре месяце подведем итоги первой, еще раз повторюсь, молодежной премии на территории Раменского муниципального района. Не могли остаться в стороне и отхода экологии, поэтому председатель Советского депутата учредил свой спецприз за лучшую экологическую акцию. Продолжаются отчеты глав поселений района. На прошлой неделе это были Константинова, Чулкова, Островцы, Софьина, Гжель и Новохаритонова. Везде, где мы были, получается, что главы правоили действительно большую, хорошую работу. Люди это видят, оценивают положительно и получают поддержку. А мне нравится, что есть взаимодействие между людьми, которые живут на данной территории, и органами власти. Это видно, и это подчеркивается всеми. Ну, какие-то вопросы были, но они носили абсолютно локальный характер. И, в общем-то, по тем вопросам, даже, может быть, которые действительно серьезно, и находятся в понимании. И самое главное, что они видят, что власть старается действовать во благо, и видит проблемы, и не доходит в пути их решения. Отчитались за прошедшую неделю и представители оперативных служб. 2 февраля у нас команда штабные учения по оперативным вопросам, касающимся вопросов как поводковой обстановки, так и пожароопасной обстановки предстоящей. Обычно они плановые проводятся. Так что готовимся. Неделя выдалась не очень простой. Это связано с падением и повышением температуры. Пожаре резко увеличилось. У нас за неделю произошло 23 пожара. Три человека, к сожалению, погибли на пожарах. Работали также наши спасатели, выезжали в Ступино на помощь, где там люди оставались без тепла. Ну, а так сейчас все стабилизировалось, все нормально, все подразделения в боевом расчете. Все нормально. За издекшую неделю у нас зарегистрировано 1043 сообщения о преступлениях и происшествиях. В том числе один случай причинения тяжкого гряда здоровья, один грабеж, 13 краж, одно изнасилование. На дорогах района у нас совершено 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб. Пострадавших за неделю не было. Присущено за неделю 563 административных правонарушений. Андрей Милентьев, Александр Винченко. Для программы «Городские вести». Присущено за неделю. Спасибо.